Всем привет! Тут, возможно, немножечко ветрено, все-таки открытое пространство. Мы специально сделали выезд, потому что дома провести эту съемку невозможно. Вот, Никита за кадром, он мне помогает, будет комментировать по ходу дела свои такие авторские реплики вставлять. Итак, сегодня я хочу поговорить о палатках. Конкретно о разных моделях. Это будет неделя палаток, поэтому каждый рабочий день в течение пяти дней, соответственно, мы каждый день будем выкладывать новый обзор палатки. Разный, естественно. Поэтому впереди вас ждет интересная неделя. А теперь давайте приступим. Морда у меня обросла, я себе недавно спину сорвал, поэтому, когда я в кадре буду таким вот иногда скрюченным, моя морда лица будет перекособочиваться. Это все нормально, мне просто больно, но съемку нельзя было отменить, я вот держусь. Держусь. Сейчас мы поговорим о, на мой взгляд, самой лучшей палатке, которая предназначена для велотуризма, из тех, что я встречал. Возможно, есть лучшие, не спорю, но вот я лучше еще не встречал. Это палатка Normal Biker, заявленный производителем вес. 3 килограмма 800 грамм. Давайте проверим, так ли это. Ну, давайте перейдем к установке. Палатка имеет противоштурмовые оттяжки. Я сейчас не устанавливал, потому что это демонстрационная установка, и, в принципе, в них надобности нет. Вполне себе... Ну, вот я не встречал еще ветра, который в состоянии был сложить эту палатку. Дуги анодированные алюминией, 8,5 миллиметров, но при этом вот их падла снегом может сложить из-за особенности конструкции палатки. Но, как мы видим, это не зимняя палатка. Как не выкаблучивается, вот это пространство не убрать, но есть. Дальше. В палатке два входа. Дуга, которая держит тамбур, просовывается во внешний сетчатый карман, и это не очень удобно, потому что в одиночку заправить довольно проблематично. Хотя и не невозможно. Есть три вентиляционных окна. Два в тамбуре, и одно с противоположной стороны. Молния входа сделала по кидру. Можно отстегнуть две. Два. И сделать один большой вход. А можно использовать таким образом. Или даже таким. Сзади есть тоже вход с тамбуром. Тамбур меньше, но оставлять грязную одежду вполне себе возможно. Ботинки. Так. Еще один человек, в принципе, поместится. Еще одно вентиляционное окно. Очень интересная конструкция палатки. На каждой палатке есть два хвостика. На каждом углу палатки... Сейчас я сниму, покажу. Ты такое услышал. Палатку можно ставить зеркально. Совершенно неважно, с какой стороны находится большой тамбур. Сама палатка имеет два входа. Оба продублированы противомоскопной сеткой. Один вход большой. А второй такой же большой. Дальше. Внутри палатки есть вентиляционные окна. Вот они. И полочка для вещей сверху. В самой палатке, в одном из торцев, есть два кармашка. Кармашки только в одном торце. И здесь есть очень большой недостаток у этой палатки. Когда ты спишь, если конденсат собирается, а из-за особенностей геометрии он всегда собирается, ну, в любой палатке двухслойной, он собирается на внешнем слое, при неосторожном движении можно тряхнуть палатку и конденсат четко через окно капнет тебе на лицо. Это минус. Из-за особенностей геометрии эту палатку нужно ставить... Ну, так, с первого раза ее можно и не поставить. Нужно иметь некий опыт. Хотя, в принципе, все максимально просто и понятно. Сбросил крючки. И все. Главное не забыть о двойном перекрещенном. Это особенности конструкции. Снаряжение предоставлено нам фирмой «Холодильник.ру». Спасибо за некое спонсорство. Очень хороший безмен. Просто великолепно себя показал для поездок. Надежный, легкий, безотказный. Как автомат Калашникова. Ну, я же говорил, Никита будет реплики вставлять.